В новостях такие материалы, самые уродливые многоэтажки, такие монументальные строения. И смотрите, хотели 9 оригинальных домов, которые признаны самые уродливые. Национальная библиотека в Приштине, Косово. Ну как по мне, смотрите, красиво смотрится. А что они хотели? Ну, много таких вот деталей мелких со стороны смотрится. Так близко то они будут не мелкие. Дом это как человек. Какой родился, такой уже и должен жить. Смотрите, этажность тут вверху есть. Разная высота этих башен. Тут этажность изменяется. И все оно такое смотрится, как фантастическое. Мне, к примеру, нравится. Молодцы, Косовцы. Дальше вот смотрим. Жишковская телевизионная башня Прага. Что-то бывшая Чехословакия и в Братиславе мы глянем. Не нравится им. И в Праге. Вот такая она. Ну, не вписывается она, по их мнению, в архитектурный ансамбль. Смотрите, как бы такая застройка. А с другой стороны, это же все-таки телевизионная башня. Дает сигнал. И мне нравится тоже, как фантастика. Смотрите, как красиво. Не знаю, что архитекторы хотят. Это что у нас? Фотография. Здание часто сравнивают с ракетой. Это, видать, детали этой башни телевизионной. Потом, национальная библиотека Беларусь. Ну, видел я фотографии. Как-то на фотографиях она тоже необычно смотрится. А тут хороший ракурзят. Тоже такой куб фантастический. Просто что-то не нравится обывателям вот это фантастические мотивы. Смотрите, я представляю, какая там внутри эта библиотека здоровая. Еще красивые у белорусов кварталы. Здание Мирадор, Мадрид. Ну, чего. Ну, знаете, как тут тоже такие кубы. Такой цвет, такой, 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 как собрано из этих вот. И квартиры там есть, и офисы. 21-этажное здание, 64 метра. Линкольн, Плаза, Лондон. Ну, вот это оно. Ну, что, ну, вот эти балкончики тоже, как кубики в детском конструкторе домов висят. Колонны тут есть все. А что они хотят еще? Постройте лучше что-то красивое. Здание Слон Бангкок. Ну, тоже, смотрите, смешное получается. Как глазик Слона, хобот, все. Какое они хотят архитектуру. Должно быть разнообразие. Это еще мало они строят. Посольство России Гавана. В 1987 году. Ну, это, видите, материал такой, как вот показывают фильмы про кубу. В таком же стиле построено. Из ихнего материала, под ихний стиль. Тут вверху такое вот это. Тут как башня. Ну, вообще тут как произведение архитектуры. Тут как лицо какое-то просматривается. Глаза, нос. Мне нравится. Почему? Гляньте, как оно вписывается. Над окружающим все. И привлекает внимание. Ливерпульский митропольный собор. Ну, фантастика. Просто фантастика. Они выделяются из общего вот этого вот. И на вкус и цвет товарищей нет. Красиво. Что тут в описании? Две главные церкви. Здание изначально неоготики. Тут они начали это деление готика, неоготика. Это вот эти вот архитекторы. Старинные, не старинные. Под старину, не под старину. Башня Веласка. Студия. Высота сооружения 100 метров. Вот видите, вот это когда оно идет прерывание линии. Вот как тут, как в том российском посольстве. Как вот это вот. Всем начинает оно мозолить глаза. Тут получается такое ощущение, что вот этот низ как бы не выдержит верх. Ничего. Красиво. Дом на доме. Такое вот ощущение. И гляньте, насколько оно выше вот этих всех кварталов. Насколько она вот эта башня. Просто что они большие, монументальные. Форма здания. Средневекового здания. Замка. Национальная библиотека Коса. Вот то, что мы вначале смотрели. Смотрите, как она хорошо смотрится. Видите, на библиотеку не жалеют, что белорусы, что эти вот. А вот еще здание. В это же время новость вышла. То было в Праге, а это Братислава. Словацкое радио. Вот такое вот пирамида перевернутая. Ну, красиво подсвечено. Все они сделали там надежно. Вот это по технологии строительства было специальное. Стоит до горы Дрыгом по-украински. И на планетный корабль, который приземлился посреди города. 16 лет строили. В 1967 году начали. В 1967. Это был уникальный проект. Дом собирали не с блоков, как обычно, а как мозаику. Все детали встраивали в гигантский стальной каркас. Ну, что, тоже, да, действительно красиво. А что они хотят все? Видите, как что-то оригинальное. То, что вот в том обзоре было. Видите, в Милан вошла вот эта башня. Отель Форум Кракев. Ну, необычно. Тут как бы окна все спрятаны. И получается, как такое, чуть-чуть зловещий выгляд у него. Вид такой. А с другой стороны, если его подсветить, может, вечером оно подсвечивается, так оно красиво смотрится. Еще тем более разными цветами посмотреть. Музей Соломона, Нью-Йорк. Ну, тоже красиво. Гляньте, как вот эти все круги, все. А что они хотят? Ну, вокруг эти вот обычные многоэтажки. А тут такой музей. Красиво. Театр на подоле Киев. Ну, тут, смотрите, вот этот подол, крутой спуск. Вот так вот идет. Вот отсюда как бы ансамбль вписывается. Вот этого театра. А вот эта верхняя надстройка вот сбивает с толку. Но они хотели использовать площадь. Как бы это. Тут надо было вот этот вот надстройку им еще дать пирамидально. Тут меньше по объему. А тут еще вверху пристроить. Чтоб получилось. А то вот этот верх тяжелый получился. Хотя он такой темный. Нормально смотрится. Просто его надо было меньше. А вверху еще меньше дать. И цветовую гамму, естественно, взять отсюда. Либо светлее этого. И был бы красивый. Что просто из-за площади они вверх вот это сделали. Ну и как соседняя новость. Сегодня вот 24 января Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове. Вот чем-то театр на Подоле напоминает. Видите, они успели даже квартиры распродать. И вот такую многоэтажку сегодня Верховный суд Украины решил снести. Взяли маленький участок. Всего лишь там 3 сотки, кажется. И такую домину вготили. 20 тысяч гривен за метр квадратный. А доллар 28 гривен доллар. Вот можете оценить. Судились, судились. Застройщик взял 0,03. Вот 3 сотки. На 3 сотках вготил. Ну что, дом симпатично смотрится. Ну как вот театр на Подоле. Что-то такое общее есть. Но они тут, видите, постарались Как бы площадь ухватить. И жалко тоже сносить. Уже поставили бы. Какая архитектура не есть, такая есть. Вот честно говоря, жалко. Пускай бы уже оставался. Аккуратненько сделано и все. Вот вам и реальный пример От сегодняшнего дня снося архитектуры. Тут все должно... Зачем человеческий труд не должен пропадать? Должно все оставаться. Как это взяли, снесли. Не должно так быть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!